Формирование ремонтно-строительного батальона, профилактика безопасности дорожного движения, готовность школ к новому учебному году, вакцинация сотрудников социальной сферы – эти и другие вопросы стали основными на традиционном аппаратном совещании руководителей администрации городского округа и подвенственных учреждений. Провел заседание Александр Баранов. Все подробности в нашем следующем материале. В понедельник руководители структурных подразделений администрации Фокина собрались на традиционное совещание. Специалисты обсудили текущее положение дел и запланировали дальнейшие действия. Начало нынешней недели совпало с одним из главных государственных праздников страны – Днём Российского флага, с чем всех собравшихся и поздравил руководитель муниципалитета. Затем глава перешел к основным темам совещания. У нас сейчас формируется ремонтно-восстановительный батальон. Третий отдельный корпус резерва – это мулино для работы по восстановлению техники. Это люди, которые должны на контракт. Достаточно короткий срок, поэтому мы сегодня, в течение прошлой недели и этой недели, должны провести работу по подбору и направлению данный батальон кандидатов. Бойцы этого батальона будут восстанавливать боевую технику в зоне специальной военной операции. Ступить в РВБ могут мужчины от 18 до 60 лет, вне зависимости от военных навыков, профессий и образования. Для записи необходимо обратиться в территориальный военкомат. Губернатор внес изменения по мерам поддержки. Если просто контрактникам им было 200 тысяч подъемных и на временное вознаграждение, то для ремонтников 300 тысяч одновременно, ну и потом 200 тысяч – это ежемесячное жалование. Далее глава городского округа обратил внимание на проведение мероприятий, приуроченных к декаде безопасности дорожного движения. Соблюдение ПДД – важное умение, формировать которое необходимо с самых ранних лет. А в пору ремонтных дорожных работ проведение профилактических мероприятий должно проводиться как можно чаще. Разъяснить детям и родителям, которые будут отправлять детей в школу, особенно младшие классы, по поводу безопасности. Какие меры они могут подпринять? Это светоотражающие нашивки, фонарики и так далее. Сейчас много различных способов обезопасить детей. Далее глава акцентировал внимание заместителя главы городского округа Андрея Чупрова на необходимость создания одного десятого класса в одном из образовательных учреждений поселка Дунай в связи с объективными причинами. Это сложная экономическая ситуация и требования губернатора края Олега Кожемяка, связанные с эффективным использованием бюджетных средств. Привезти рабочее совещание с приглашением родительских комитетов и так далее, объяснить, что это не приходь, это реальность сегодняшнего дня. Тема готовности школ к началу учебного года стала одной из важнейших этой недели. Глава округа дал задание закончить все подготовительные работы, а в оставшиеся три дня устранять замечания надзорных органов, если такие будут. Вопрос вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в первую очередь работников социальной сферы, стал очередным в повестке заседания. Вакцинация выходит сейчас на передний план. Все учреждения образования, ясное дело, я уже ставил задачу по поводу 100% вакцинации педагогов, чтобы у всех были сертификаты. Мы, поскольку работаем во власти, работаем с населением, у нас также вакцинация обязательная, поскольку мы все работаем с людьми и не должны быть, во-первых, разносчиками, во-вторых, поберечь себя и свои семьи. В завершение совещания заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Сергей Пуртов дал указание представителю примтеплоэнерго перевести в надлежащее состояние территорию возле Фокинской библиотеки, а также пешеходную дорожку в районе Семи Ветров – место, где совсем скоро радостными группами школьники пойдут за знаниями.